Антон Логвинов и Олег Ставицкий 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 Антон Логвинов Антон Логвинов и Олег Ставицкий Антон Логвинов и Олег Ставицкий Антон Логвинов и Олег Ставицкий Пракчур Антон Логвинов и Олег Ставицкий 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 Мы хотим, чтобы всё было реально, а не бредово. Мы очень тонко выверяем баланс между возможностями игрока и сложностью задачи для него. Вы не смотрите на наш первый рекламный ролик. Там враги умирают как мухи, потому что мы хотели заинтересовать людей всесильностью. Но когда вы сами включите игру и поставите нормальный уровень сложности, то увидите, что приходится быть изобретательным, выдумывать тактические комбинации, следить за своей защитой и тем, какое оружие выбрать в разных ситуациях, а не только играть в Супермена. Вдобавок, разновидностей врагов будет очень много. У них будут разные способности, и вам придётся прибегать к разным тактикам для их уничтожения. Например, есть такое оружие, как торпеда или Black Widow — Чёрная вдова. Она просто ожила в руках тестеров. Чёрная вдова позволяет соединять множество объектов в одной точке пространства и запустить эту кашу в противников. Если внутри неё есть мины, то они взрываются. Таким образом, Чёрная вдова — это разрывное оружие массового поражения, ибо после взрывов объекты разлетаются и убивают всех, кто стоял рядом. Получается, что тестеры нашли оружие применения, о котором мы и не подумали. А в случае с торпедой некоторые используют её по прямому назначению. А ины, например, в мультиплеере запускают её вслепую, только догадываясь, где находится противник. Это делается так. Кто-то первый запускает торпеду, она оставляет в воздухе дымовой след, все остальные оборачиваются, видят, где он находится, и делают залп. Каждое оружие можно использовать как-то по-своему. Придумать ему новые применения. Все персонажи, которые встретятся вам по игре, смогут изменять ландшафт уровней. Они будут бросать специальные гранаты, чтобы разрушить вашу защиту, или, может быть, создать собственную. А некоторые так вообще будут обладать уникальными орудиями, которые мы ещё не показывали. К сожалению, в демо-ролике мы убиваем по пять врагов за секунду. Но на самом деле они тоже бросают деформационные гранаты. Если вы вырастили шпиль и прячетесь за ним, они попытаются убрать его обратно в землю. Если вы будете играть на высокой сложности, то вообще придётся отсиживаться, восстанавливать защиту. В это время враги будут рыть вам яму, в прямом смысле слова, обходить вас с флангов, карабкаться на ваши горы. Конечно, найдутся и такие, кто отступит, но противники будут очень умно пользоваться особенностями ландшафта. Если посмотреть, как это делается, каждый раз при деформации поверхности игра сообщает врагам новую карту местности с новыми боевыми возможностями. Кто-то захочет использовать гору, чтобы обстрелять оттуда вас, кто-то за ней скроется и так далее. Мы в LucasArts считаем, что для игры в первую очередь важен классный синглплеер с захватывающей историей. Хотя мультиплеер мы тоже собираемся сделать захватывающим. Во Fraction не будет совместного прохождения, сетевая игра будет подаваться как бы отдельно от одиночной. Этот режим разрабатывается одновременно с основной компанией, но основная часть нашей команды сосредоточена только на синглплеере, чтобы он был просто, знаете, потрясающим. Кстати, по ходу тестирования мультиплеера мы открыли много интересных фишек, которые способны придумать только люди, играющие вместе. Мы решили строить многие из этих фишек в синглплеер, создавая новые тактики для искусственного интеллекта. Это было очень весело. Мы еще никогда не делали подобные игры, и было здорово находить интересные возможности и наделять ими игровых противников. А на каких платформах выходит ваша игра? PlayStation 3 и Xbox 360. А как же PC? Я не думаю, что это возможно. Sony и Microsoft этого не допустят. Этого не случится. Fraction действительно интересный проект. Однако, отчего от него ожидать, до сих пор не совсем ясно. А вот отчего не приходится ждать никаких сюрпризов, так это от LEGO Indiana Jones. Про игру просто нечего рассказать. Это все так же смешно, как LEGO Star Wars, сделано со ставкой на кооператив и наверняка продастся немалым тиражом. Нам показали два уровня и несколько роликов, включая этот, пародирующий начало первого фильма. Ну а теперь самая главная причина нашей поездки. Амбициозный джедайский экшен Star Wars Force Unleashed, который одновременно позиционируется и как грандиозный прорыв в видеоиграх, и как полноценная новая глава саги, действие которой развернется между третьим и четвертым эпизодом. Это означает, что об игре пишет не только мировая пресса, но и New York Times и Vanity Fair. Телеканалы бьются за право эксклюзивного интервью с ее создателями, а в ближайшие месяцы дети всего мира будут есть на завтрак хлопья с героями игры на коробке. Но еще это означает, что истории про секретного ученика Дарта Вейдера уделяется максимальное внимание сценаристов и самого Джорджа Лукаса. Сюжет этой игры будет достаточно глубоким, чтобы соединить третий эпизод саги «Звездных войн» с четвертым. Там появятся знакомые вам персонажи, а вы узнаете, чем они занимались в форме жутки между этими частями. Незакрытых вопросов о событиях между третьим и четвертым эпизодом Force Unleashed не оставим. Хотя мы представим совершенно нового персонажа с совершенно новой историей в центре событий, вокруг вас будет все та же вселенная Star Wars. Своей игрой мы хотим объяснить, почему в четвертом эпизоде «Звездных войн» все именно так, а не иначе. Вы увидите, как изменялась вселенная, как менялся облик планет, ведь в четвертой части они выглядят не так, как в третьей. Force Unleashed через множество наводок даст вам понять, как и почему произошли все эти перемены. Наша игра расскажет не просто историю по мотивам Star Wars. Она плотно ляжет прямо в контекст оригинальной серии фильмов и поведает то, о чем вы, может быть, уже догадывались сами. Она будет полна откровений. Клифф-хенгеров, достойных самого Лукаса. То есть вас ждет продолжение саги плюс огромная вселенная игрушек, книг и всевозможного коллекционного мерчендайза по игре. А вы не боитесь, что фанаты «Звездных войн» назовут вашу историю про ученика Дарта Вейдера притянутой за уши? Тут я проявлю весь свой нердический характер. На самом деле, у Дарта Вейдера был ученик и раньше. Это описано в комиксах Марвел где-то в ранних 90-х. Многие, знающие об этом, недоумевают по поводу нашей игры. Как так? Есть же правило двух. У каждого ситха должен быть только один ученик. Но если вспомнить, сам император Дарт Сидиус воспитывал Дарт Мола, но в то же время у него был этот катук, я не помню, как его зовут. Видите, мой нердический характер недостаточно стойкий. Но суть в том, что у ситхов есть правило, но история показывает, что они их не уважают. В нашей игре Дарт Вейдер нарушает кодекс, и это будет иметь свои последствия. Он вынужден прятать своего ученика от императора. Ему нельзя его выдавать. К тому же его конечная цель – вдвоем с учеником низвергнуть императора, ибо он знает, что одному ему это не по силе. Эту историю мы написали с Джорджем Лукасом. Он принимал прямое участие в создании всех персонажей. И хотя мы и заставляем Дарта Вейдера нарушать правила, нам кажется, что это логично вписывается в канву «Звездных войн», где ситхи постоянно стремятся превзойти друг друга в подлости и вонзить нож в спину ближе. А наш ученик, главный герой игры, не только один из самых могущественных джедаев, но еще и не связан этими правилами, так что он суперджедай. Но в нашей игре все не так просто. Если вы слишком яро проявляете силу, то это далеко не всегда хорошо для вас. Я приведу пример. У нас будет несколько ситуаций на борту космического корабля, где повсюду стеклянные окна. Если вы слишком распалитесь и начнете метать все вокруг, эти окна разобьются, и вакуум высосет из корабля все содержимое. Так что вам нужно будет научиться использовать силы с умом, потому что во многих ситуациях с злоупотреблениями принесет только вред. Вы начнете с основными возможностями. Это силовой толчок, силовой захват, возможность перемещать объекты по воздуху, и силовой пробег, который позволит совершать спринт на короткие дистанции. Потом мы также дадим вам основную способность пускать молнии. Кроме этого, вы сможете использовать свой меч. Но мы делаем игру не про битву на мечах, а про джедаев, поэтому световой меч будет всего лишь одной из ваших игрушек. Все эти возможности можно будет сочетать в самых неожиданных комбинациях. Ведь наши технологии «Эйфория», «Молекулярное вещество» и «Хэвок» позволят симулировать все, что угодно. Мы хотим, чтобы игроки сами придумывали комбинации на основе разных способностей своего персонажа. Расскажите побольше о ваших технологиях. Вам не кажется, что вы опережаете свое время? По-моему, нет. Если можешь что-то сделать, то делай. Поначалу это не будет работать идеально. Нужно будет решать множество проблем. Тот же самый физический движок «Хэвок» должен передать данные о скорости, массе, инерции. Еще больше данных от молекулярного вещества, ДММ. Эти технологии не умеют разговаривать, как мы с вами. Самая большая сложность была научить их этому. Я волновался, что у нас не получится реализовать молекулярное вещество на уровне реальности, что из него будут состоять только ящики и двери, например. Но сейчас в игре большинство объектов на уровнях сделано из него. И все враги используют технологию эйфории. А вы не боитесь, что игрок из-за разрушаемости сможет сломать что-то, что должно работать по сюжету? Это определенно трудность дизайна. Архитектор уровней должен следить, чтобы этого не происходило. Насколько может прогнуться та или иная дверь? Можно ли прогнуть ее так, что нельзя будет через нее пройти? Используя вещество с молекулярной структурой, мы должны отслеживать уровень возможных видоизменений уровня. Мы должны делать это очень осторожно, чтобы вы чувствовали, что оказываете на окружающий мир сильный эффект. Но в то же время не смогли бы испортить себе игру. Потому что главное — это отсутствие в игре ошибок. Вы должны не встретиться с ними ни разу за всю игру. Если ДММ порождает глюки, то нужно его убрать. Но у нас с ним все в порядке. Его отладка потребовала много творческих сил и времени, но в конце концов все заработало. Еще ответьте на такой вопрос. Вы же знаете, какие ревностные фанаты у «Звездных войн». Вы не боитесь разочаровать их? Мы знаем, что есть море поклонников «Звездных войн», и что их мучает вопрос, как у нас дела со вселенной, с сюжетом и с персонажами. Я отвечу на их вопрос в двух пунктах. Во-первых, нельзя угодить всем. А во-вторых, вся команда, работающая над «Force Unleashed», полностью состоит из поклонников «Старворс». Я очень рад, что смог рассказать вам о «Старворс» «The Force Unleashed». Мы очень довольны своей игрой. С ней мы уже вышли на финишную прямую. Мы усиленно работаем, чтобы успеть выпустить «Force Unleashed» во втором квартале 2008-го для Xbox 360, PS3, Nintendo DS, PSP, PS2 и для Wii. На всех этих платформах она выйдет одновременно и по всему миру. Мы очень ждем выхода этой игры и знаем, что не мы одни. Ну, а теперь позвольте вернуться к работе. Скоро вы ее увидите. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok